Какие ошибки? Первая ошибка — страх мужского начала у женщин. Женщины боятся, когда мужчины истерят. Почему истерики возникают? Потому что он нажимает, она чувствует отчаяние, когда женщина чувствует, она начинает чувствовать несправедливость по отношению к себе, она начинает бунтовать против мужчины, воевать и так далее. Мужчина нажал, что надо сделать? Как увернуться от нажатия мужчины? Как увернуться психически? Сделать так, чтобы не было болезненно женщины? Как увернуться? Надо согласиться, отойти от этой темы. Ну то есть сразу соглашаемся, нажал, соглашаемся, отходим от темы, привыкаем к этому его мнению, с любовью к нему относимся и растворяем это мнение в любви. Растворяем, он потом уже не так парится. Ему главное, что ты подчинилась. Он так, проверка боем называется, он как бы смотрит, подчиняется или нет. Жена, раз, подчиняется, все, ну значит все нормально. Живем как жили дальше, ничего страшного. Мужчина так психика работает, он проверяет все время, подчиняется или нет. Подчиняется все, ну нормально, живем не паримся. Ну и делай, что хочешь тогда, нет проблем. Даже то, против чего я как бы... На лекции не ходим на всяких там торсуновых. Хорошо, 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 все, согласна, садись, кушайтесь. Можно на лекции? Ну сегодня в последний раз, да. Система ясна, женщина? И нервы не будете тратить, как бы мужчина на принц пошел, с ним ничего не сделаешь. Его можно только убить. То же самое с мальчиком, маленький мальчик, допустим, капризничает. Не воюйте с ним. Или поплачьте, сядьте, он сразу раскается, подойдет. Или не трогайте его, потом как бы... Когда он перестанет петушиться, тогда ему надо объяснять по-доброму. Если он не хочет слушать, тогда дистанция. Вот что мальчика может вылить, ну как бы... Как женщина оказывает мальчика дистанцией. Не давать ему любовь, а подальше от него, дистанция. И он тогда... Ему любовь же нужна. Вы говорите, я не могу так отношения строить. Ты должен принять вот то, что вот так. Мама, хорошо, я все принимаю, давай, люби меня. Вот, ну то есть, как бы... А если вы сразу начинаете на него там, вот так надо делать. Понимаете, то есть, если на мальчика давить, в нем петух. Мальчик даже маленький. А если вы петуха этого будете долбать, то он садистом вырастет. Будет ненавидеть женскую природу, ее мучить всегда, с ней сражаться. Понимаете, да? Поэтому никогда не надо, даже мальчика, ребенка, никогда не надо насиловать. Означает, подчинить своей воле мужчину невозможно. Женщины, не подчиняйте мужчину своей воле. Есть два... Есть две причины, почему мужчины бьют женщин. Знаете, бывает, что мужчины бьют женщин. Или драка начинается. Женщины иногда тоже не уступают. Царапают мужиков там. Они драться не умеют, царапаются они, царапаются. Вот. Почему? В чем причина? А? Две причины. Первая причина. Чаще всего женщина не уступает. Вот хоть ее убей. Почему она не уступает, если глубоко копнуть? Она боится мужчин... Ну, боится мужской строгости. Она, когда он строго начинает себя вести, она сразу... То есть, пантеру включает, потому что она боится страх сильный перед мужской строгостью. А бояться ничего не надо. Потому что это всего лишь демонстрационный стенд. Никакой настоящей строгости нет. Это просто демонстрация силы. Мужик никогда не будет силу проявлять по отношению к женщине. Демонстрация силы. Да нет, да нет. Это понты, понимаете, по-русски. Как вот понты кидают. Знаете понты, как кидают? Олени и понты это рога. Олени, когда, ну как бы, у них идет вот этот вот брачный сезон, они разбегаются друг на друга и так рогами. Ба-бам! И рога в разные стороны разлетаются. Отлетают рога. Это называется понты кидать. Понимаете? И все мужики эти понты кидают. Они перед женщиной. Да где он такой-сякой? Здесь ничего особенного нет. Все олени любят друг друга. Все хорошо, надо просто в этот момент понять, что не надо принимать это всерьез, женщины. Видите, муж пошел. То есть соглашайтесь сразу. Совсем, что бы он ни сказал. Соглашайтесь и все, и понты сразу стихают. Согласились, он все. Проверка боем закончена. Все нормально. В Багдаде все спокойно. Это от мужского страха идет. Мужчина тоже боится, что жена ему не подчиняется. Страшно ему, что река вытечет из берегов, утечет куда-нибудь и все. Боится. Поэтому вот так. Неправильно. Вот, это страх все. Мужской страх так действует. Соглашайтесь, принимайте. Но если вы начинаете очень жестком в стиле возражать, он еще жестче становится, вы еще жестче. Он еще жестче, вы еще жестче. А может мужчина жестче женщины стать? Нет. И поэтому наступает момент, когда он уже не может стать сильнее. И он начинает бить ее. Для того, чтобы сломать ее вот эту психическую силу. У мужчины сильнее физическая сила, у женщины сильнее психи. Теоретическое. Второй случай, это когда вот тот случай, когда женщина любит, а он гордится собой. Он становится таким гордым, она такой униженной, что он ее начинает бить. Издеваться над ней, потому что она становится униженной. Тоже это печально, но это есть такое. Что мужчина неконтролируемым становится, он становится извергом просто. Из-за того, что она вот ему позволяет гордости его до бескрайной степени развиться. Это очень опасно. Ну то есть уважение означает, что женщина, она дает возможность мужчине вот как бы делать крутой вид, отходит в сторону, никогда свою силу не показывает ему, потому что это не поможет. Женщина сильнее всегда, но по силу показывать не надо. Теперь как? Это так уважать мужчину, да? Понятно, да? Уважение. Теперь как уважать женщину? Есть два момента очень важных, которые я хочу сказать. Первый момент. С женщиной всегда надо отпрощаться очень аккуратно. То есть надо вести себя аккуратно, как будто ты с пушинкой имеешь дело. То есть психика очень чувствительная, малейшее слово не так уже больно, малейший взгляд не так уже больно, надо учиться говорить слова правильно, хотя мужчине он вообще не врубает, что она от него хочет. Потому что ему все равно он так посмотрел или вот так посмотрел, а ей такая больше, надо вот на меня только вот так смотреть. А он как бы не понимает даже, в чем прикол, но надо стараться, по крайней мере. То есть женщина в отношениях тренирует, дрессирует мужчину. Вот так смотри, вот так делай ко мне, вот так обращайся. Потому что она чувствительная, она не выдерживает близких отношений, не выдерживает никаких других вариантов, кроме тот, который она хочет. Вот она приспосабливает себе мужчину. Он должен как бы идти навстречу, всегда следить, что ей надо, как бы стараться вот аккуратненько себя вести с ней, как бы и так далее. Очень важно. Второе правило. Женщина чувствует глубину в отношениях, если она может мужчину захватить на время себе, для того, чтобы просто с ним очень близко провести время. Ну, может немного, там несколько минут, но в это время он должен как бы без хоккея, без футбола, просто вот в отношениях с женой. Это для мужчины очень тяжело. Она ему говорит, я хочу тебе кое-что сказать. Слушай, давай завтра, я устал. Ну, то есть ему тяжело, но надо как бы сесть рядом с ней, смотреть на нее. Если она видит, что он ее смотрит на нее, как бы слушает очень внимательно, она чувствует гармонию тогда, она чувствует, что это ее человек, он ее понимает. Потому что у женщины чувства очень тонкие. Она не может достучаться, у мужика броня снаружи. Она ему говорит, как будто отскакивает. На самом деле не отскакивает, а проходит глубоко. Понимаете, если вы по-доброму мягко сказали, мужчина такой делает вид, что как будто он не слышал. Даже мальчик маленький, вот допустим, вы ему говорите, Федя, кушать. Он такой. Да, как будто не слышал. Он слышал все. Просто он не женщина, он не может так раз, ааа, кушать. Он не может так среагировать. Он мужик, он как бы. Он на своей волне, у него своя какая-то тема. И он слышал, да, что кушать. Но чтобы ему как бы переключиться со своей темы, ему надо услышать несколько раз. Поэтому вы опять подумали, Федя, кушать. Опять ему. На второй раз он уже понимает, никуда не отвертишься. Придется идти кушать, но все равно не хочет. На третий раз вы подходите просто за руку, пойдем, пойдем. И он идет, потому что мужчина слов не понимает. Он понимает только действия. Пойдем, пойдем. Он все равно не согласен, что надо идти, но идет. Потому что ему уже сказали до этого, что надо кушать. Он же понимает, что надо кушать. Но у него как бы своя схема жизни. Мужчины всегда работают. Он не может так резко, как женщина. И говорят, пойдем туда. Он раз переключилась, пошла. У нее быстрая реакция, быстрая. Мужчины очень заторможенная реакция. Он в своей теме как бы находится, ему очень трудно переключиться. Жена говорит, ты меня любишь? Вот такой. Ему надо сначала как бы переключиться. Он смотрит как бы, она думает, тот дурак не любит. Он не то, что он не любит, он просто еще как бы не переключился. Мужчина психика не так быстро реагирует. Не может так раз, сразу. Ой, люблю. Не может, ему надо как бы, что? Ну так, надо как-то въехать в тему. Вот. Видите, как важно изучать природу человека. Иначе из-за этого столько проблем. Люди не понимают друг друга, ругаются, кричат друг на друга. Страшное дело. Страшные вещи происходят. Так, уважение женщины означает очень аккуратно с ней обращаться. И смотреть ей в глаза иногда, когда она хочет поговорить. Вот. Садиться рядом с ней. Хотя это тяжело для мужчины страшно вот так вот. Застыть в отношении. Женщины могут часами там застывать в отношении. Раз с другом. Вот вы где-то видели, чтобы мужик с мужиком так сел в глаза. Смотри. Он подходит. Э, привет, привет, здравствуй. Нормально, ну пойдем что-нибудь делать вместе. Для них отношения вместе что-нибудь делать. Там, в теннис поиграть, там, поругаться на кого-то. Ну там, для них это отношения. А для женщины отношения посидеть, посмотреть, поговорить. Ну то есть, женщине очень важна глубина. То есть, ей нужны глубокие отношения. Иногда женщина должна почувствовать это от мужчины. Но когда мужчина любит сильно, влюбленно сильно, он естественно ей смотрит в глаза. Понимаете, это для него естественно, потому что в это время течет энергия любви, он застывает. Как, допустим, маленький ребенок, когда он чувствует, течет энергия любви, он такой. Прижух такой, застывает, да, ребенок когда? Знаете, так застывает. Маленький. Это значит, он чувствует энергию любви. Пошла, и он такой, раз, застыл. Все, так и мужчина тоже застывает, когда он влюбился. Но когда он, как бы, просто жизнь идет, ему застыть очень трудно. Она думает, он всегда на ней сейчас застывать будет, всю жизнь. Нет, всю жизнь не будет. Маскеза для мужчины, как бы он. Он сосредоточился, смотрит на нее, слушает. Это аскеза. Но надо, если мужчина это не делает, она не чувствует, что она любимая. Женщина не чувствует. Следующее правило. Проверка боем также есть и у женщин. Женщина иногда ведет себя очень эмоционально. Эмоции женщины имеют такую жгучую, острую природу. Женщина женщина не чувствует, что она не жгучая. Она там, ну иногда бывает, что они там друг к другу шактят, как это сказать. Бьют эмоциями. Бьют эмоциями. Вот. Бывает такое. Но в основном женщина звонит своей подружке и говорит, «Ты знаешь, я ему так вот вузю говорил, а он что-то говорит, что я неправильно с ним говорю». А она говорит, подружка, «Я тебя так понимаю». Вот подружка понимает, но мужик, он в шоке от этого. То есть, если вы что-то мужику хотите донести, эмоции надо раз пять меньше сделать. Потому что женские эмоции очень сильно ранят мужчину. Ему больно очень слышать. Говорит, «Я тебе сейчас скажу, давай завтра». Не может выдержать очень сильно эмоции. У него сердце слабое по отношению к эмоциям мужчины. Поэтому надо говорить поаккуратнее, не сильно с большой обидой, не сильно с эмоцией. Поаккуратнее, иначе мужчина не выдерживает. Ему тяжело. Но мужчина должен понимать, что это проверка боем. Когда женщина истерит, она проверяет, насколько ты меня любишь. Это неосознанно происходит. То есть, если я истерю, и ты меня принимаешь, значит все. Значит, мой человек меня любит. На него можно полагаться. Поэтому, когда женщина истерит, мужчина должен застыть. В это время от него требуется стать берегом скалистым, таким крепким. «Да, моя хорошая, да». Ну то есть, застыть там крепким, можно покричать, поорать на него, поуколоть, сказать, что я тебя не люблю, там, ну все что угодно, короче. Это все как бы просто пустые звуки. Мужчина не должен это воспринимать серьезно. Она в это время может ему все что угодно сказать, потом говорит, а ты что это серьезно воспринимаешь вообще? Если женщина сама говорит, чтобы серьезно не воспринимала, зачем тогда серьезно воспринимать? Надо просто застыть, успокоиться. Можно даже думать о чем-то другом в это время, мужчины. Чтобы не сильно раниться, можно о чем-то другом думать. У меня был такой случай. Одна женщина пришла на прием. Я тогда еще прием вел лет 10 назад. И она такая, у меня начала эмоционально что-то рассказывать, и чувствую, у меня крыша едет, не выдерживают нагрузки. И я такой немножко отвлекся, начал о другом думать, и киваю ей. Смотрю в глаза, киваю, думаю о другом. Она рассказывает такая, и киваю. Полчаса примерно это длилось. Она все успокаивается, охлаждается, охлаждается, такая уже, смотрит на меня такая спокойная в конце. Говорит, Олег Геннадьевич, вы такой хороший собеседник. Я вообще ни одного слова не сказал, просто кивал все. Мы так хорошо с вами поговорили. Женщине иногда просто надо сбросить эмоции, у нее накопилось. Мужчина должен просто спокойно кивать, соглашаться, успокаивать женщину. И она будет счастлива, ей будет нравиться рядом с таким человеком находиться. Причем интересно знать, что в это время ей не нужно мнение его знать. Когда она ему эмоции сбрасывает, если он начинает логику из этого, там, а я сейчас тебе расскажу. Да не надо, она мне рассказывает, слушай. Ей нужно, это просто, она сбрасывает эмоции. Ей не надо ничего слушать, узнавать. Ей просто надо успокоиться. И мужчина должен, как бы, просто слушать, и все. Она успокаивается, он слушает. Женщина согласна, нет? Систему принимает? Никто не согласен? Не согласен? Согласен. Все, хорошо, тема понятна, ясна. Субтитры создавал DimaTorzok